88 клавиш у пианино, черно-белые, как линия жизни человека. Но и здесь, перед своим любимым музыкальным инструментом, она победитель. Соприкасаясь с руками столетнего педагога, энергии женщины, которой музыка, помогая дышать, фортепиано замолчать не в силах. Оно всегда звучит в унисон с ее душой. В этой музыке ее разбитые мечты и свершившиеся победы. Она хотела стать балериной Большого театра, но война поменяла декорации. Телефонистка запевала, она добровольно предпочла вместе с советским народом защищать родину. Вместо театральных премий получала более ценные награды. Вот это моя визитная карточка того, что я была участницей Великой Отечественной войны. Годы Великой Отечественной войны. Первую награду, которую я получила, это была медаль за боевые заслуги. Я смотрю, что время над ней не властно. Валентина Петровна остается такой же замечательной, красивой, энергичной женщиной и является для нас всех примером, как нужно любить и защищать свою страну. Валентина Петровна всегда верна своим идеалам и самой себе. Каждый день ее расписан на бумаге. Ничего не упустить, не опоздать. Все успевать помогает и велотренажер. Пока дана возможность, она делится с молодежью фактами из личной жизни, сберегая историческую правду. На старт! Поехали! Для нас, для молодежи, это очень важно. Действительно важно из первых уст услышать о тех, конечно же, трагических моментах в жизни нашей истории, в нашей стране. Через что она прошла? Она всегда делится своими впечатлениями. И то, когда после уже войны непосредственно приходилось заново, можно считать, по крупинкам устраивать нашу страну, все наши города. Энергия Валентины Петровны неиссякаема. Ее желание жить ради людей и страны – пример для подражания. Неспроста ее называют «живая книга». Как подтверждение – награда из рук главы государства. Указом президента от 2 мая 2023 года Валентина Баранова награждена Орденом Почета. Где бы ты ни работал, мы результат подводим только когда подсчитываем результаты по всей стране. Поэтому мы богаты только потому, что мы все силы свои приложили для того, чтобы наша страна была богатой. Живое свидетельство о войне, о послевоенных годах – то, чего не хватает нам, нашей молодежи. Потому что прочитать в книге, увидеть в документальном фильме – это одно. А послушать живого человека, к тому же с таким ясным умом, с такой памятью, мы все поражены. Жить по совести и чести, а еще не забывать, что ты женщина, даже если тебе сто лет. Валентине Петровне для этого необходимо не так много. Только бы слышать шум березы, которую посадила более 50 лет назад вместе с супругом. Под мирным небом уже пожелтевшие листва поет ей свои сонаты. И от них у этой женщины на устах улыбка. Татьяна Сидоренко, Анатолий Бояринцев, СТВ.